Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, мы рады видеть вас на очередной нашей трансляции, вечерней трансляции. И сегодня мы покажем для вас гранд-финал Амсерия, сегодня остаются такие игроки, как EXP 004, но всё это дело буду комментировать я, Антон Беловодский, и сейчас у нас уже, по идее, должен быть переговор, сейчас я напишу игрокам. Так я написал, и сейчас у нас перезайдут и начнётся просто жара, отличная игра, на это сильно надеюсь. По крайней мере, у нас будет сегодня 6 раундов, не 3, не 4, как вы уже привыкли видеть, а возможно даже и 7. Так что трансляция будет долгая, ну а после неё будут разыграны кристаллики. На данный момент ваши голоса уходят в пользу EXP, но с очень малым отрывом, 24 против 22. И если EXP побеждает в сегодняшней игре, то для вас будет отдельно разыграна 10 тысяч... ...стало стоить всего 14 тысяч... ...второй игрок у нас будет Ед, так что тоже игра будет очень жарко и интересной. Ренат точно не будет подаваться, ну а Ед хороший дуэльян, так что должно быть интересненько. До начала у нас остаётся буквально 1 минута, я напомню вам о игроках. EXP у нас находится в клане Can't Wait, возможно кто-то о этом клане слышал. Ну а наш всеми любимый 004 хороший дуэлянт, много где он участвует, можно по форуму поискать, посмотреть, убедиться. Много в его счёте побед, так что оба игрока у нас хорошо связаны в таких дуэльках, играх. Так что надеюсь, очень сильно надеюсь, у нас не будет игры в одни ворота, как мы привыкли уже видеть. Кстати, интересный факт, что оба игрока у нас в краске блёстки, я так понимаю, они уже вплотную готовятся к новому году. И решили приукрасить свои танки, дабы играть было красивее, все они так сияли. Друг другу желают удачи, да, это хорошо, это правильно. И остаётся у нас буквально 5 секунд, и будет у нас рубилово. EXP сойдётся с 004. Долго в 004 ждал своего соперника, все негодовал, кто же с ним будет играть. И, наконец-таки, этот день, этот день гранд-финала М-Сериас у нас настал. У нас стрим вообще идёт. У нас зрителей ноль. У нас идёт стрим, у нас идёт просто заставка GoldenVame Series. Вау, мы уже успели просто испугаться, но хотя бы у нас есть. Мы тем временем пока отвлекались, у нас оба игрока уже взяли свои флажки, свои тряпки. К счастью, ещё оба на полное хп, то есть рельсы просто летели куда-то в воздух, пугали друг друга. Но 004 на своём могучем быстром васпике на фулнарке чуть поедет, просто на характере на EXP. Но нет, тот чуть-чуть уезжает, но всё равно это не помеха для него. Выдаёт рельсу и сейчас убивает. Это должна быть доставка. Он должен успеть доехать, в этом очень сильно верю. И это должен быть 1-0. 004 без нарки, без хп, мчится на полной своей скорости на своём крылатом васпике. И доставляет 1-0, открывает счёт первого раунда. Молодец! Так, у нас ещё есть целых 2 минуты. Я надеюсь, вы хорошо видите трансляцию, потому что, когда я проверяю её на своём втором мониторе, почему-то у меня иногда возникают ошибки. Если всё хорошо, пишите в чате, что у вас всё хорошо, и мы будем знать. Но тем временем у нас уже 1-1. Быстро EXP сравнял счёт, говорит, я пообещал, я буду играть хорошо. У нас не будет игра равная, будут небольшие качельки, как мы всё-всё это любим. И отлично выдаёт рельсу EXP-004. И не помеха для него это достать сложёк 2-1, но сейчас EXP в более выгодной позиции, потому что 0-0-4 у нас на респе, но у него ещё выпадает Дашка, которая 0-0-4 не заберёт. А почему EXP её не берёт? Хороший вопрос. Выпадает у нас дробь, и ДДшка, и Дашка. Было бы отлично для EXP всё это подобрать, но нет. Он говорит, я лучше отдам флажок, отдам всё на руку, главное 0-0-4 тащи. Я тебя люблю, ты мой самый лучший соперник. Ну, возможно, возможно и так, но тем не менее 0-0-4 сейчас пользуется моментом, собирает весь дробь, ничего не оставляя своему сопернику, не выпускает его с респа, и везёт флажок, это должен быть 3-1. Ну да, впрочем, эту картину мы и видим, что 0-0-4 просто его не выпускает. Он только, его соперник отреспился, сразу едет, и ведёт, едет на новый респ. Ну, возможно, когда нарко у 0-4 спадёт, что-то для EXP станет лучше, но всё равно дробь надо контролировать. Раз ты выбрал такой формат, то будь добр, и играй, и контролируй, потому что так твои победы будут очень тяжелы, но пытается минусынуть EXP 0-4, но не получается, но того спадает вся нарко, весь дробь, и остаётся на одну рельсу, и EXP тем самым, хоп, такой тёпленький, выбегает, убивает, попытается достать флажок, но его всё равно 0-4 лидирует 4-1, возможно, будет 4-2, и у EXP есть всего лишь 5 с половиной минут, чтобы сравнять счёт или выйти вперёд. Стоит EXP, непонятно, что делает, но на 4-й как бы мог бы попробовать что-нибудь предпринять, так сказать, убрать его с дороги, мешающего EXP. Но, да, выдаёт он ему рельсу. Почему EXP промахнулся? Хороший вопрос. Он промахнулся по себе, пропустил. Неужели он не хочет победить в первом раунде? Продолжение следует... Новая партия дропа выпадает у нас на карте. Это Дашка, аптечка, очень важная для него ещё и Дашка. EXP, как всегда, предпочитают взять... Нет, он предпочитают взять лишнюю рельсу. Не удивлюсь, если сейчас 0-4, в итоге всё и заберёт. Выезжает, нет, EXP даже не попробовал выстрелить в ответку 0-4, который в него не попал. Вот, да, у нас ДД-шка на базе 0-4, должен он её забрать, забирать. Но у тебя же есть Дашка, забирай её, будь хотя бы чуть-чуть на равне 0-4, который на полном ХП. Да, всё-таки подбирает, молодец. А то я уже испугался, что ты не хочешь вообще принципиально брать дропу. Оба рекомендуются на одну рельсу. Интересно, как развернутся события. Ну, в общем, да, очень... По крайней мере, для меня было уже неожиданно, что 4-й расправляется со своим соперником. Попробует довести флажок, но он без нарки, без ничего, всё спадает очень не вовремя. EXP быстренько с респа его убивает и не даёт достать флажок. Очень не обидно для 0-4, но EXP сейчас, наверное, очень не радуется. Говорит, ах, хорошо, я успел. У меня ещё есть все шансы. Напоминаю вам розыгрыша, который пройдёт после этой трансляции. В честь гранд-финала, который сейчас вы видите на своих экранах, будет разыграно 10 тысяч кристаллов кому-то из победителей совершенно рандомно. И два раза по 2 тысячи кристаллов. И тем самым у нас будет разыграно 14 тысяч кристаллов. Ну и тем временем, я уже думал, совсем будет как-то очень больно для EXP. Но тут молодец, несмотря на то, что он очень сильно проиграл дин-дроп, что 0-4 просто его не выпускал с респа. Он догнал его уже 3-4 и всё, лишь резирует 0-4. Возможно, сейчас будет 5-3, но тем не менее 2 с половиной минут до конца, 2-20. EXP ещё более чем может выйти в отрыв, то есть на один, второй флажок. Если сейчас соберёт дроп, который выпал сзади него и не будет получать в себе рельсы. Промахивается 0-0-4, но EXP убивает его, собирает весь дроп на полном хп. У тебя есть все шансы, давай беги-беги-беги на своём золотистом, близкающем харьке. У тебя как раз-таки сейчас есть противник, которого ты можешь садить с респа, так сказать, отомстить за первый раз, который 3-4 раза просто не давал тебе до себя доехать. И сейчас твоя череда, это будет 4-5. Я верю, что сейчас ты опять-таки не позволишь даже доехать до своей базы своему сопернику. Дашка спала, но есть ДДшка. У тебя ещё есть буквально до секунды, чтобы... Нет, 0-0-4 очень хорошо уехал между домиками, и EXP просто не может его прострелить, хотя мог бы что-нибудь и сделать, наверное, я так думаю. Сори, это EXP непонятно куда. У тебя есть всего лишь одна минута, хотя бы сделать ничью. EXP у нас сейчас на половину хп, но 0-0-4 в этом впереди, потому что он выдержит две рельсы, в отличие от EXP. Поэтому EXP сейчас просто тот самый момент, когда не имеет права вообще ни на одну ошибку, не хочет проиграть первый раунд. EXP непонятно куда поехал, но счастье, что он выживает. Не получается сбить рельсу на 0-4, который восстанавливает её в нужное положение и доставляет флажок за 20 секунд до конца. 4-6. Первый раунд уходит в копилку 0-0-4, который сейчас пытался подобрать аптечку. Молодец, хорошая игра. Уже за 10 секунд EXP максимум может доставить только один флажок. Возможно, на третьем раунде уже что-то у нас будет чуть-чуть по-другому игроки. Бой так чуть-чуть устанут от такой интенсивной игры. Интересно, у нас по киллам, подбитыми по ОП игроки просто одинаково. Да, благодаря друг другу, но это только первый раунд из шести. На самом деле EXP более чем мог победить, но почему-то он не захотел этого сделать. Проиграл дроп, кто меньше раз попадал, чем 0-0-4. Впрочем, Таи отдал свою победу первого раунда, но возможно сейчас что-то изменится. Причем я всегда в это верю. Для меня второй раунд более показательный, а первый раунд просто разогревочный. Пишет EXP в части, что много у него ошибок, и он соберется EXP. Я в тебя верю. Более чем я убежден, что сейчас ты начнешь тащить. Если ты знаешь свои ошибки и можешь их исправить, значит победа точно должна быть твоей. Передаем игроку ЕД, который будет у нас играть в 21-0-0 по московскому времени привет от 0-4. Привет тебе! Итак, у нас остается буквально 35 секунд до начала второго раунда, самого любимого раунда для меня. EXP у тебя есть последняя возможность. Быстро сейчас что-нибудь может глотнуть. Продумайте свою игру, как ты хочешь играть, как ее построить. И отправиться в бой во второй раунд, и все будет у себя хорошо. Проходим с делитой. Остается буквально 5 секунд. Можно начать обратный отсчет. После чего EXP, такой веселый, радостный, жизнерадостный, ждет. Погода начнет убивать своего соперника 0-4, который просто очень нагло у него начал выигрывать первый раунд. Ну, я говорю сейчас от лица EXP. И первый он сейчас бежит, подбирает тряпку. У нас выпадает ДДшка. Я думаю, EXP хочет подобрать, не отдать 0-4, выдает рельсу. Но, увы, опоздал-то за своей любимой ДДшкой. Главное, сейчас не получи болючую рельсу по себе, вот сказал. И EXP просто не прячется, не уходит от этой рельсы ДДшной. Но EXP-4 сейчас подберет аптечку. Возможно, еще и ДДшка, которая падает на базе противника. И опять EXP теряет свой дроп. EXP, это была хорошая игра, вот 0-4. Как говорится, лаги это чаще, сказал не я. 1-0, опять у нас лидирует 0-4. Очень такая резкая игра от него. Ничего не боится, едет, убивает. Опять-таки, не выпускает с респа своего противника. Но EXP, я так говорил, что ты соберешься. Но, в итоге, опять 0-4 заставляет уже второй флажок за полторы минуты. И после начала второго раунда у нас уже два флага на карте. Очень много промахиваются 0-4. Это очень важен для EXP, который сейчас мог опять уйти на резк. Я думаю, у него сейчас было бы очень нехорошее состояние. Кстати, не знаю, возможно, что-то подлагивает у EXP. По крайней мере, у меня все хорошо, все гладенько. Подсказывает мне оператор, что у него тоже подлагает наш игрок. Но, не знаю, если это что-то конкретное у него. Думаю, он бы лагал у всех. Но, у меня почему-то все как надо. С этим мы еще разберемся чуть-чуть попозже. Пока что просто смотрим, как 0-4 лидирует. 3-0! Не, давай, никаких шансов своему сопернику. Может, тут у меня какое-то супер-чудо-мега непонятно что, что у меня никто ничего не лагает. У всех остальных лагает. Но, не думаю, что это так. Ну, сейчас в 0-4 ехал, подобрал ДДшку. Все нормально. Все нормально взялось. Никаких проблем. Странно, что это у нас такое творится. Но, тем не менее, 6,5 минут до конца второго раунда. 3-0 лидирует 0-4. Выпадает у нас ДАшка, с ДДшкой Которе. Но и EXP просто обязаны забрать, не отдать своему сопернику. Но я напоминаю, что сейчас вы наблюдаете на своих экранах Гранд Финал Амсириес. Тут играют такие игроки, как 0-4 и EXP. EXP у нас состоит в клане Can Wait. Не можем мы ждать, и мы просто всегда побеждаем. Но в конце трансляции будут разыграны кристаллики. 10 тысяч рандомно, если вы угадаете победителя. Свои голоса вы отдали. Сейчас у меня почему-то правило. Вкладка выдать за EXP. То есть, если он все-таки у нас выигрывает, для вас будут разыграны 10 тысяч кристаллов. А также независимо от победителя, два раза по 2 тысячи кристаллов. Но на данный момент у нас лидирует 0-4. И, возможно, с этим не связано. И убеда, что он обиделся. Как это так? Почему за меня не голосуют? Хотя, на самом деле, отрыв очень маленький у EXP. И он хочет, знаете, оправдаться, показать. Вот я, я лучше всех, я играю. И он уже мчится и доставляет 4-й флажок. 4-1. Просто отличная игра от 0-4. Просто можно поаплодировать ему. Ну, а сейчас как раз-таки тот самый момент, когда EXP непонятно куда ездит, зачем он едет на другую сторону базы, когда он мог просто на характере поехать, убить 0-4, который точно этого не ожидает, и достать флажок. Потому что сейчас было очень рискованно, что 0-4 мог подобрать аптечку, ранить EXP, подобрать опять-таки весь дроп и дальше-таки достать флажки. Но сейчас все-таки EXP подбирает у нас Дэшку с Дэшкой. Ну, почему же ты не убиваешь? На 0-4 все было такая возможность просто беспрепятственно достать второй флажок. У тебя есть всего лишь 4,5 минуты времени, а на самом-таки деле не так уж и много. Ну, повезло ему, подбирает он весь дроп, ничего не оставляет ему противнику. И, ну, отличный резв для EXP-004, который сейчас просто убивает с респа. И сейчас он должен подобрать еще вторую Дэшку. Ну, впрочем, да, забирает весь дроп, и это 4-2. Много времени он это, конечно, потерял, но еще у него есть более чем много шансов доставить третий-четвертый флажок. 0-0-4 сейчас максимум, что нужно подобрать. Это метро, которое ускорит его скорость и его могучему васпику. Нет, говорит EXP, не получит тебе меня минусануть прямо в воздухе, я не хочу делать никаких сальтушек. И буквально на доле секунды уже, когда Дэшка спадал у EXP, он убивает у него четвертого 4-3. Но все-таки, да, я очень рад, что EXP у нас все-таки отыгрывается. Я надеюсь, у нас не будет такого, что сейчас у нас четвертый, как и в первом раунде, уйдет в отрыв на два флага. Не оставляется никаких для EXP. Хотя сейчас такого быть не должно, дропа 4-го нету, EXP уже выдает ему рельсу. Кстати, сейчас на данный момент EXP может выдержать и две рельсы, в зависимости, какой урон пройдет по нему. Да, хорошая рельсанальность четвертого, почему-то EXP у нас даже не хочет никак уходить в сторону, ехать, подбирать аптечку, которая сейчас попадает на ценные карты, как-то мог он перестраховаться, ее забрать. Но она из четвертого и опять уходит в отрыв на два флага. Петри, молодец, две с половиной минуты до конца для EXP, выпадал у нас дэшка сзади, которую он не видит, и все возможно, что опять 0.4 ее подберет и разрешит EXP достать флажок. Это хорошо, что EXP все-таки видит, что прямо на его базе, прямо перед ним лежит дроп, впрочем, это и спасает его сейчас от рельсы 0.4, так как-то он был на одну рельсу, но сейчас тебе все равно EXP не выезжай, главное, под рельсу 0.4, потому что ты умрешь просто от одной, доставляет 5.4, но сейчас 0.4 в более выгодное положение, собирает опять-таки весь свой коронный дроп, и опять-таки не будет выпускать EXP, опять может уйти на 2-3 флага вперед, что он обычно и делает, когда собирает весь дроп. Надо отдать должное, как хорошо 0.4 контролирует его. Да, EXP сейчас я не совсем понимаю его действия, он видел, что 0.4 полностью ддшный, на всей нарке, едет в лоб, ничего не делает, пишет СПС EXP, но еще рано, еще 50 секунд до конца, и еще как минимум 4 раунда мы должны показать. Пишет EXP, что у него падает FPS, и EXP, отключи всю графику, можешь уменьшить чуть-чуть окно, нажать на минус, и игра через флэш-плеер. Также отключи все свои загрузки, особенно торрент, если ты качаешь какой-нибудь новогодний фильм, и все будет у тебя хорошо. Остается у нас 15 секунд до конца, 0.04 подбирать аптечку, это просто беспрепятственно, сбивает Рейсу задним ходом, достает 8-4, 4 флага преимущества, но 0.04 просто отлично, неотразимая игра для него, 2 раунда уже уходит в копилку EXP, но, я думаю, самое время похлопать, сказать, какой он молодец. Покидают наши игроки карту, я искренне надеюсь, что 0.04, нет, EXP, прошу прощения, заговорился повысить свой FPS, и у него никаких не будет проблем, возможно, из-за этого у него были какие-то проблемы, пролагивание, что он не мог контролировать своего соперника, и сейчас что-то изменится. Кстати говоря, сейчас у нас будет 3-4 раунд играться в формате 0, то есть соло классическая хрэ-вэ-рэ, без дропа, без нарки, ну а 5-6 раунд у нас будет фул нар, то есть и дроп, и нарка, самая жара, самая любимая для меня, и вашего любимого Ивана Редпеппера. Так, я думаю, скоро мы получим ссылочку, но сейчас мы можем уйти на небольшую музыкальную паузу, после чего вернемся уже с новыми 4-м и... 3-м и 4-м раундом. Спасибо. 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 Большая у нас в эфире пауза. Так, у нас есть буквально 30 секунд, и я надеюсь, что наш EXP потратил все свое свободное и своих проблем с лагами. Сейчас все будет хорошо. Пишет EXP, что сейчас нужно затащить бой. Брат, 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 братушка, я верю в тебя, что для тебя нет ничего невозможного, и ты на самом-таки деле покажешь на 04, что значит Zero, и тебе нет для него его любимого, и, так говоришь, любимой на руки, и покажешь, как на самом-таки деле надо играть. И 04 скажет, да, признаю, победа твоя. Но на данный момент как раз таки 04 показывал более хорошую игру и лидирует 2-0 по раундам. EXP, не надо нервничать. Все хорошо, это просто игра. Так, я надеюсь, мне больше оператор не будет мешать своими разговорами. И мы сможем нормально таки продолжим транслировать. И у нас буквально 18 секунд. Ну и 04 решил, что игру начинается в минусе. И, между прочим, он пытался своей рельсой доехать до какой-то стеночки, перевернуться. Я это заметил по его инерции, инерции его рельсы, но не получается. Начинается третий раунд, и начинается у нас борьба в Zero. То есть без ничего. Классическая уже, который раз я говорю, зайдешь на трансляцию, игра. Оба игрока у нас получаются буквально одновременно рельсы. Никто друг другу не сбивает. Ну и недолгожданные аптечки, чтобы как-то, может, обезопаситься. И EXP, аж куда ты стрелял. Ты не попал бы на 04, но очень миллиметражные рельсы. Я уже думал, что кто-то у нас, один из них, уйдет на резк. Ну просто смогли, не ушли от столь опасных залпов. Им прячутся на одну рельсу с флажками. EXP стоит коварно за домиком. Но она сейчас очень рискует. Я бы так не рисковал им. Просто отличный прострел от EXP. Прострелит прямо в дырочку и будет доставлять флажок. Как это 1-0? Наверно. Наверно, я... Мне пришло внимание, что сейчас будет уже резк 0-0-4, который уже просто у него на базе. Миллиметраж 0-0-4 становится на флажоке. Прямо на влаге убивает 0-0-4... Нет. Прошу прощения. Убивает EXP на полном хп, на всём вазбеке. Бежит на свой флажок, доставляет флажок. И открывает чат третьего раунда 0-4. 1-0 третьего раунда. Просто завораживающе. Я уже думал... Наверно, сейчас EXP покажет класс в формате 0-0. Но не 1-0-4 дает жару, не дает шансов на проигрыш. Прямо с респа. С двух рельсов убивает его соперника и уже ведёт второй флажок. 2-0. Какой могучий вазбек ездит по самой крутой траектории. Это всё, это всё, как вы думаете, правильно. Это всё у него супер-мега-крута красочка питон. Который... Питон вроде, если я не ошибаюсь... Или... Или может... Леопард? Я не помню название. Это краски. А, подсказывает мне нашим всем любимым операциям, что это Ягуар. Простите, пожалуйста. Стыдно мне забывать красочки. И, в общем-то, да. Это всё Ягуар. Который придаёт мощности танку. И тот может нормально-таки играть. Ну и EXP говорит, ничего страшного. Мой металлик тоже мне поможет в победе. Куда-то была рельса, я не понимаю. EXP, куда ты стрелял? Ты стрелял в труп несчастной брошенной титанной Жиги. А на 4-ой опять-таки, наверное, чуть улыбнулся и сказал, Ладно, спасибо тебе, брат мой. И я выигрываю. Отлично рельса от EXP. Я думаю, 004. Я просто не ожидал, что такое может быть и... Да, 0-3-6 минут до конца. Если так и пойдёт, и третий-четвёртый раунд, 004 выиграет, то нашу самую любимую долгожданную игру на полной нарке, на полном дропе. Что только может быть, мы не увидим. В случае, если 4-ой по раундам будет в сторону одного игрока, то будет только 4 раунда вместо 6. Видим заветные слова от игрока EXP. Ну ладно, гоу. Где-то я эти слова уже слышал, после чего игрок начинал тащить. И, наверное, это были просто такие небольшие поддавки от EXP. И он сейчас покажет самую настоящую жару EXP. Я верю в тебя. Сейчас 0-4 будет бояться выезжать на просторы. Приезжает ещё, наверное, в поезд. Под самую платформу, впрочем, мы видим рельсы. Непонятно, откуда они, правда, выходят. И 0-4 уже боится выезжать. Он всего лишь на одну рельсу EXP. Как ты мог, ты не попал бы 0-4 два раза. Хотя мог попасть, так сказать, в пиксель. Ну и всё-таки забирай свои слова обратно. EXP простреливает его. И должен, должен поставить флажок. Сделать счёт 4-1. Мы видим врага EXP. Но это для него не проблема. Нет. Проблема. Если бы не надеялся, что сейчас как-нибудь он собьёт рельсу. И сможет достать флажок. Но нет. Ну и на 4-й очень коварный. Вастуик в Ягуаре. И говорит, нет, нет, нет. Победа только моя. И уже уходит от рельсы. Почти ушёл. Случайно, наверное, инерционно выехал под рельсу своего соперника. Но для него это не проблема. Опять-таки EXP остается на одну рельсу. И как же ему не везёт с рельсом своего противника. Подсчитается ему выдать рельсу. Но и не может он выехать со своей базы. Молодец. Отыгрывается. Убивает. И должен. Не верю в тебя. Ты открой счёт для себя. Сделай счёт 4-1. Молодец. И я в тебе не сомневался. Один. И я в твелю именно и не сомневался. И я в твелюх. Но тем временем он состоится всего лишь 4 минуты до конца. На ноль 4-ой час. На фулл хп. убегает должен стать флажок и xp те низкие фпс и те понимаю я тебе говорю если не слушаешь отключи все что только можно просто все что можно и уменьши она чуть-чуть окно игры нажми на минус возможно даже убери браузер не слушает трансляцию это тоже занимает и будет тебе счастье мост вы возможно хотя бы на 5 поднимется фпс будет уже 20 уже лучше медленно скиловиков неважно что никогда у них и как у них они всегда выигрывают они тащат правда и xp правда ты со мной согласен я вот просто мысленно чувствую твоим салаван и ты говоришь да сейчас у меня поднимется фпс я начну тащить убью на 4 который тащит 6 флажок и буду доставлять свой флаг то есть уже 2 он едет нам такой быстренький поднимая пыль из-под гусениц и респа на 4 никак не помеха и ничего что тот сбивает ему рису да умирает у нас в плане танк танковой баталии на 4 но сейчас эта проблема больше для xp ведь это стоит на одну рельсу и просто все двери открыты на 4 впрочем что он и делал без всяких проблем его убивает и отправляется за очередной тряпкой десна что сейчас мы уже видим респе xp и он должен что-то сделать чтобы дать рельсу не выложить по себе но к сожалению опять таки ну или черты будет его убивать да то он его убивает 6 2 и не понимаю xp но здесь много есть возможности повысить фпс на танковые википедии даже есть целая статья как это сделать но почему-то ты не хочешь так сделать просто прочитать и повысить я понимаю что 15 фпс это не так уж и много точнее очень мало но все возможно 36 ну впрочем то полторы ровно полтора минуты до конца у нас есть еще что-то такое случится что на 4 не сможешь назвать флажок и ты сможешь конвейером нон-стоп ехать то тогда ты еще можешь сделать ничью пишет на xp что сейчас после этого раза наденет васпик на котором он просто мастер ас xp я в тебя искренне верю что ты его оденешь и ты все-таки продать бой я в тебя верю даже не сомневаюсь хотя судя по твоей статистике больше всего киллов опыта и часов тебя набит именно на хр впрочем в чем сейчас играешь то есть на вас пике ты играешь гораздо меньше может не стоит этого делать ность прям так уверен что тут нужно нужен тебе именно васпик то вперед я верю что те придаст больше так сказать возможности для победы остается у нас 20 секунд мигает таймер счет 4 8 0 и 0 4 лидирует да к сожалению мы должны констатировать факт что 0 на 4 и xp как-то проигрывает своему сопернику но это просто свою очередь очень хорошо играет не оставляя своему сопернику никаких шансов но тоже есть свои плюсы мы не видим игру в одну колец у нас всегда из действия какой-то борьба доставка флажков это интересно это самый кайф так ждем мы ждем любимого вас пика для xp и если сейчас есть нет никаких шансов на проигрыш нужно только-только победнику ничьи иначе сожалению что трансляция пойдет к концу и ну 4 очень так сказать быстро победит пожалуйста тащи аверты сделаешь нашу игру мощный но и на 4 очень сильно соперник очень хорошая игра от него но нет ничего невозможного просто нет ничего невозможного и победа обязательно будет так у нас есть буквально 50 секунд и если у тебя есть 50 секунд чтобы сейчас быстро залить топлива в свой вас пик и и вот эти разогреться чтобы мотор заработал и отправиться в бой в бой в котором нужна только победа ничего более до xp я знаю что сейчас эти фпс повысится ведь вас пик может все но и но уже как-то выигрывает на своем корона ватте который сейчас стоит ничего не делай и будет просто победа без никаких даже сомнений я в это верю итак начался у нас уже четвертый раунд четвертый раунд начался и мы ждем игры от xp хорошей игры он уже так сказать быстро выезжает начинает пугать 4 который сейчас боится выхода из домика главное не выжать под прострел но черт с тебя же прострелит и xp только не падай в минус что сейчас было ты же обещал я в тебя верил но то в то время на одну рельсу а xp на 2 значит сейчас есть все шансы для xp убития своего соперника но не промазывает и поэтому ржавому титану и доставляй флажок ты остался лишь на одну рельсу а дал свое выгодное положение твоему сопернику не надо так сегодня там хорошо и xp никаких проблем я не вижу но тем временем у нас прошло две минуты посначала раунда флагов на карте еще нету когда обычно за минуту уже два флага на карте было и xp я верю тебя тащи тащи уходи отрезать небольшие проваливания на этот раз уже у меня даже есть не проблема ты сбиваешь и рисунок четвертому и будешь доставлять флажок это ты все можешь он на 1 рельсу убивай его молодец открывай счет это 1 0 и открывай чё-то в четвертом раунде 1 0 но честно 0 4 достаточно разлился не первый он до цель флажок и xp час на васпе он очень сильно он злой нужна только победа и 0 0 сейчас просто боится выезжать он даже боится выехать на то несчастную тряпку и вы хотели бы подобрать ведь xp сейчас стоит его своей снайперской рисой контролирует им как же так что ты делаешь просто миллиметраж ну как сейчас можно было не попасть отлично все таки попадает и xp дорогой ты мой ты убиваешь это будет 2 флажок я верю тебя я слышал твои слова ну ладно гоу я не на самом таки деле действует это пишите коронные слова и внутри себя ты веришь в победу только победа они начинают действовать это чудо и это 2 0 и уже на карте в пользу и xp 4 сейчас наверное чуть в недоумении как-то так xp вдруг резко стал хорошо играть и лучше чем я как такое может быть да рейтинг чуть обманывает казалось бы больше всего часов и опыта получена на хэр но не это в р для xp более так сказать комфортно лучше на нем играет наверное все в этом связано поэтому поэтому вот так вот да хорошо я сказал если бы и xp еще не стрелял это несчастную читана жигу который уже просто прострелена миллионы тысячи раз было бы вообще хорошо но все-таки рейса трон такое волючее оружие я уверен что там уже дни в щели в этой несчастную жиге хорошие действия на 4 но нужно прокомментировать сейчас флажок же может если он еще значение предпримет флажок возвратиться и xp отправиться на доставку явно на четвертый момент какой-то коварный план он не отдаст победу просто так но xp показать отличную игру он будет стоять и ждать возврата флага почему что он и делает и до свет уже 30 флажок поменялись наши игроки местами xp что ты делаешь ты что не видишь моего соперника он не заметил его и но еще поесть за доставкой первого флажка и думаю он не должен просто когда с победой до пенальти вот и xp будут я в тебя верю просто отлично прострелят и xp вот молодец человек собрался сосредоточился одел вооружение которым комфортно и просто 0 и 4 шанс никаких шансов доставить флажок ну что ж ты делаешь xp когда я тебя хвалю тупо за что ли убила что ли в полу минус ну зачем так пока что мы начали просто беспрепятственно едет за флажком и xp как ты мог промахнуться ты стрел так метко так хорошо 13 xp ну-ка насторожись за 3 минуты 50 секунд еще может достать эти несчастные 2 то и 3 флажка не попадает xp ну впрочем то такого прострела там как бы и не было макхон впрочем то и не стрелять но номер 4 как-то вообще не стреляет и не вижу его рейс что ты делаешь у тебя вообще есть до 10 фух слава богу то я уже испугался нас смотрит целых 30 зрителей спасибо что вы с нами и всех вас наступающим новым годом который уже будет завтра и сегодня между прочим нас последняя трансляция в этом году я имею и до сегодняшний день потому что в 2100 у нас будет еще одна трансляция разница наши игроки прям как близнецы но сейчас никаких проблем нету для 4 достать флажок дает традиционный xp но кстати тотчас может обыграть так что в итоге потеряет флажок по этот полу минус я уже испугался что на 4 сейчас поставить второй флажок это будет правильный xp но нет тот правильно хорошо отыгрывать своим маневренным вас пиками для свят уже 4 флажок 4 1 2 минут до конца и я уже сверюсь могу сказать что пенальти будут после этой игры после этого раунда мы с вами отправимся на пятый шестой раунд который у нас пройдет формате фу кто не знает это вместе и с дропами с наркость самая жара самая наша любимая а пока я вам говорил еще доставил второй флажок но а честно теоретически за минуту 10 секунд но еще может доставить несчастные два флага что наверно сейчас будет делать я уже нажал делит доставил флажок быстро восстановил себе хп а он таки делает дамалец прочитал мои мысли ли я его и встречи спроса не пойма что он делает стреляет непонятно куда 50 секунд до конца и 004 сейчас бежит за флажком он сейчас еще не может победить между прочим и xp осторожно они попадают наши игроки друг по другу 30 секунд просто игроки давайте 4 да просто обыгрыка очень сильно интригует непонятное действие xp попадает в то время как тот сейчас потеряет свой флажок xp просто его расстреливают прямо у стенки на месте 34 xp лидер пишет гг молодец и мы будем смотреть пенальти раунд ура мой любимый пенальти раунд молодцы а пока наши игроки будут создавать новую карту мы сможем уйти на небольшую музыкальную паузу а а а а а и а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 со всей, так сказать, улыбкой. Расслед у нас буквально минута двадцать, пройдут делиты и начнётся то, чего ждал я всё это время. К сожалению, со мной нету нашего любимого Ивана Редпеппер. Почему жалко? Потому что он больше всего любит формат фулл, там где есть дроп, прошу прощения, и дроп, и нарко. Поэтому буду этим наслаждаться только я. Видим, что Икспи... Икспи, почему ты переоделся на Харька? Ты же на вас и так хорошо отыгрывал, и я тебе не понимаю. Напоминаю для вас всех, что сейчас у нас идёт 5-6 раунд, после чего ещё пройдёт пенальти раунд. Это обязательное условие. Но после этого, конечно, у нас пройдёт супер-огромный розыгрыз. Десять тысяч кристаллов победителей. А если у нас, конечно, победитель 0-4, за которым вы отдали свои голоса, независимо от того, кто победит, у нас будет разыграно два раза по две тысячи кристаллов. Тем самым всё возможно, что будет разыграно 14 тысяч кристаллов в сумме. И так, дорогие друзья, мы сейчас сможем уже лицезреть. А пятый раунд, наконец-то, он начался 15 секунд назад. Наши игроки уже включили свои любимые, коварные нетрудажку для скорости и дополнительной брони. Используют аптечки. И 0-4 просто еле-еле выживает. Но у него есть аптека, которая его и спасает. Кстати, я не старшила, почему изначально, что игроки не включили ДДшку, которая так столь важна. Но, возможно, они просто про неё забыли. Но сейчас у нас выпадает дроп на карте. Это и аптечка супер важная, и ДДСДАшка, и Нитры. Всё выпадает. И интересно, кто сейчас это всё отожмёт. Я вижу, что АИКСП пытается отжать ДДСДА. Но она, наверное, что просто забирает самая сладенькая. ДДА и аптечку. То есть, тем самым, он их опасия поднимает, и дополнительная своя у него имеется на запасе. Пока что у нас счёт по раундам... Ой, не по раундам, прошу прощения, счёт в матче 1-1, но сейчас будет 2-1. На самом-таки деле, сейчас проблема для ИКСП, потому что мы с вами уже заметили, как хорошо он, на счёты, контролирует дроп. Я так понимаю, он его даже засекает, что как бы правильно, потому что некоторые мы в других раундах видели, в других играх, что просто... Даже не запоминал, когда он должен выпадать, где, во сколько, как. Просто есть, есть, нету, нету. Той-1 на 4-ой очень силён в контроле дропа, да, и, впрочем, игре с ним. Но ИКСП сейчас очень такой азартный, азорной, пытается быстрее, быстрее, быстрее на характере поехать, убить испуганную на 4-ого, у которого ещё спала ДА-шка, и это проблема для него. Но всё-таки ИКСП, молодец, хороший игрок, убивает на 4-ого, он меня не разочарует, и доставляет флажок, молодец, ИКСП сейчас огромный ответственный, за него проголосовали зрители, и он просто не может не проиграть, поэтому ему нужна только победа, поэтому сейчас такой сильный. Напоминаю, что свои голоса вы дали за ИКСП, 24 против 22. Отлично, я просто отлично, от 0-4-ого, коварная и быстрая, и он просто нагло-нагло кидает в минус, сальтом в минус, кидает ИКСП, почему-то забывая его никнейм, и доставляет беспрепятственно на флажок, 2-3, лидирует уже на 1 флажок. Да, ИКСП, конечно. Конечно. истинный. ИКСП, истинный. ИКСП, истинный. убивает его, это даже нечего помогло, для него приподняло корпус, и он беспрепятственно убивает ИКСП. Кстати, да, мы видим, что 0-4-ый активно ставит минки на самых стратегических местах, а вот как раз-таки ИКСП пока что над этим даже не задумывался, поставил только одну минку, которую я сейчас вижу, и, впрочем-то, им очень лучше бы их поставить и не умирать. Тогда это были бы проблемы для 0-4-ого. Минки, коварные вещи, я еще помню, из Топ-Соло Молот, Гром, Рикошет, когда это все мы снимали, смотрели, как минки просто решали, все это решали. Впрочем-то, здесь тоже самый 0-4-ый, Силион оказывается не только в дропе, но и в Наре, да, и в расставлении минок на строчке в местах, и вижу, вижу, ИКСП меня услышал, тоже поставил минку, конечно, тут 0-4-ый не так уж и часто ездит, но хотя бы действия мы видим. И так, 3-4-е, ИКСП промахивает у нас 0-0-4-ый, просто очень неожиданно. Я даже не ожидал, что он может просто на ровном месте промахнуться, но, ну ладно, хорошо, ИКСП в свое время тоже очень молодец, убивает его, пропадают на карте все мины, опасные бомбы, которые всячески пытаются помешать победе, ИКСП 0-4-ый выдает ему рельсу, но это не помеха, доставляя тот флажок. И 4-5. 4-5 и 4 минуты до конца. Счет очень такой плавающий, то есть тысячи раз может еще успеть измениться, и кто же выйдет победителем пятого раунда, очень интересно, хотелось бы мне узнать, я надеюсь, я надеюсь, что у нас что-нибудь будет такое очень необычное, но хотя бы, хотя бы ИКСП у нас одержит вторую победу. 5-5, как же быстро у меня есть счет, только что у нас лидировал на четвертую уже, они наравне. стоит ИКСП такой быстрый, такой красивый, с флажком, говорит, я хочу доставить флажок, я тут даже минку для тебя поставил, ты не побега для меня, не попадешь поменять, у тебя спадает нитрат, ты же не такой быстрый, ты теперь медленно, как черепаха, я собью тебе рельсу, ну нет, я лучше разрешу тебе доставить флажок. Зачем мне доставлять? тебе же выгоднее. Нет, ИКСП лагов тут не было, это была просто хорошая игра. Ну как-то сейчас можно было промахнуться просто миллиметражно, но промахнулся, ну и все равно просто отлично выдает рельсу, предугадывает, когда тут выезжает, и даже на рельсу, которая уже сейчас у него с пола попадает на него. 5, 6, 2,5 минуты газа, ну как же сильно он сменяет за счет. Зон, это вообще та самая карта, где счет просто меняется нон-стоп, где фулнар, с минками особенно, просто самые интересные игры, на чем бы они только не были, я думаю, со мной еще согласятся всем. тем временем, я напомню, дорогие зрители, что в конце трансляции у нас будут розыгрыши, кодовое слово, мы скажем вам чуть-чуть позже, так что вы никуда не расходитесь, а можете, наоборот, позвать своих друзей на нашу трансляцию, пускай тоже посмотрят, получат удовольствие, но может даже и выиграют кристаллики. Минута до конца, 7-7, но на самое время поставить вставки, кто же все-таки одержит победу пятого раунда, хоть это уже ничего не изменит, игра точно будет у нас в пенальти раунд, это просто обязательно, все равно, интересно же, кто окажется сильнейшим и кто одержит победу пятого раунда, я не боюсь поставить, потому что отличная игра, и просто неожиданная минка от 0-0-4 для EXP. 8-8, EXP бежит на своем харьке, включает не трудно, лишь бы дозвать флажок, ставит 9-6, но ведь 15 секунд, и 0-0-4, включает, это что, рельсу, убивает за 2 выстрела, 10 секунд, и он сейчас еще и доставит, флажок, это будет 9-9, ничья, кто бы мог подумать, 4 секунды, он не успеет, это не ничья, и EXP выигрывает этот бой, молодец, уже второй бой подряд выигрывает, я в тебе не сомневался, хотя уже даже продолжил, он еще в роте доставит, флажок сделать ничью, но нет, по времени он просто не успевает, и думаю, в шестом раунде должно быть что-то еще интереснее, хотя куда еще интереснее, когда такие у нас повороты событий, такая же рана, вот, я всегда говорил, что фулнара, фул, это всегда жара, это всегда интересно, это всегда непредсказуемо. Полторы минуты самое время, чуть передохнуть нашим игрокам, можно даже убрать руки от клавиатуры, все-таки столько уже часов играют, тренируются, ведь я, перед играми, тренировать где-то, дабы одержать победу, взглотнуть какую-нибудь чаечко с чайком, да, хорошо сказал, чаечко с чайком, просто гениально, это самогениальность, и отправиться в бой, проанализировать ошибки, хотя просто даже не знаю, может что-то измениться, четвертый вроде отлично отыгрывает, но вот XP, думаю, ему самое время продумать стратегию с минками, которые очень сильно решают. XP, если у тебя низкий FPS, то лагает не он, а ты. не он. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не надо пускать руки. Так, сейчас будем разбираться, почему у нашего любимого XP не покупаются аптечки. Крисалову тебя, дорогой мой друг, хватает, чтобы купить на весь турнир аптек. Не надо, мне то ля-ля. Да, с этого назовем до конца. К сожалению, XP не хочет играть этот раунд, хочет сразу перейти к пенальти, но не очень хорошо, потому что за это можно даже чуть штрафануть игрока. На самом деле мы этого делать не будем, но все равно, пользуется трансляция, портится вид, сдаваться никогда не надо. Есть время играть, у тебя есть все шансы, ты хорошо показал себя, ну ты мог выиграть. А пока что, да, победа на четвертом, но сегодня будет пенальти раунд. Отлично у нас информация поступила, что 0.04 и XP очень-очень близкие друзья, и турнир для них ничего не решаешь. Что ж, очень хорошо. Тогда 0.04, раз ты очень близкий друг к XP, скажи ему, что надо ему играть, а не стоять на месте, если ты имеешь на него какое-то, так сказать, воздействие. Ну, порадуемся за друзей, что они оба в турнире, а оба прошли. Да, целого гранд-финала это много. Два секунды конца остается, и даем победу игроку 0.04. Так, я думаю, сейчас мы уйдем на небольшую музыкальную паузу, после чего вернемся и продолжим трансляцию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создал 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 DimaTorzok DimaTorzok Дальше Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Знак приз Есть у кого то есть вопрос В следующий раунд Разыграно 2 раза по 1000 криталов Так как это уже не гранд финал Комментировать буду Так же сам я А снимает наш любимый оператор Ветли который сейчас кушает Приятного аппетита Я думаю еще какую нибудь минуту Вы отпишите все свои слова Нас не так уж и много И начнем разыгрывать Субтитры создал DimaTorzok Если вам понравилась Сегодняшняя трансляция Можете так же сам Написать об этом в чате Нам будет очень приятно узнать Ваше мнение Субтитры создал DimaTorzok 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 В чате свой никнейм У тебя есть на это всего лишь одна минута После чего Кристаллы будут начислены на твой аккаунт Думаю после скидок Это очень будет тебе приятно Кристаллы будут уже на следующей неделе Не вижу я никого Владиславчика Владислав я надеюсь ты у нас на трансляции Видим что ты очень рад Нужен твой никнейм Есть никнейм Поздравим тебя И вторым победителем у нас станет Барабанная дроп Второй победитель Оператор в студию Без хорошего никнейм В какой-то степени Поздравим тебя с выигрышем Кристаллов Так же само пожалуйста Отпишись в чате Свой никнейм в танках онлайн Я надеюсь мы сейчас на трансляции И нам не придется долго ждать Ты отпишешь И мы отправимся на вторую музыкальную паузу После чего вернемся С второй трансляции И последней в этом году на сегодня Пишите пожалуйста Свой никнейм в танках онлайн Иначе нам придется Тебя переразыграть Есть никнейм Поздравим тебя На этом все Спасибо что посетили наш гранд финал На неко не уходите Через 20 минут у нас будет Новая трансляция Тебя 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 Тебя